Всякое зло, которое мы отправляем в адрес обидчика, приумножает зло. А умножение зла создает такую атмосферу в группе людей, в том числе и в семьях, в обществе, в государстве, в роде человеческом. Которое стремится к эскалации, к распространению вовне, к захвату территорий. Зло никогда не бывает статичным, оно всегда стремится расширить свое влияние. И если не найдется ни на кого, кто на зло ответит добром, то тогда зло будет торжествовать в роде человеческом. И тогда нету никакой надежды на спасение, не только в жизни вечной, но и в нашей жизни. Потому что зло будет разрушать человеческую личность, человеческие отношения, отношения в семьях и в обществе. Для того, чтобы остановить зло, никогда на зло не нужно отвечать злом. Совершенно очевидно и другое. Никогда не нужно подчиняться злу. Никогда не нужно перед злом склонять свою голову. Никогда не нужно соглашаться со злом. Но чаще всего мы готовы со злом согласиться и на многое закрыть глаза. И менее всего мы готовы на зло ответить так, как учит нас апостол Павел. Если зло словит нас, мы благословляем. Если гонят нас, мы терпим. И можно продолжить эти слова. Но мы никогда со злом не соглашаемся. И в этой нашей позиции великое противление злу. Потому что зло побеждает только тогда, когда люди с ним соглашаются. Удивительная мудрость содержится в словах апостола Павла. И мы должны эти слова в сердце своем сохранить. Они помогут нам в разных жизненных обстоятельствах. Во время конфликтов на работе. Особенно во время семейных конфликтов. Они вооружат нас подлинной силой. Таким образом сопротивляться злу, чтобы зло не захватывало нашей души, нашего сознания. Чтобы зло не порабощало нас. А значит, чтобы зло реально не распространялось. И не становилось силой непреодолимой. Потому что непреодолимый зла означает погибель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok